Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о сфере культурной жизни Комсомольска на Амуре. У нас в студии Юлия Николаевна Макеева, начальник отдела культуры и женщина, которой я никогда не перестаю восхищаться. Спасибо. Юлия Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Николаевна, давайте поговорим о том, что же случилось у нас в культурной жизни Комсомольска за прошедший год. Год был очень непростой. Что удалось сделать и что пришлось отложить на лучшие времена? Да, год был непростой. Он непростой не только для сферы культуры, но и вообще для всего мира в целом. И нам было непросто в какой части. Мы, работники культуры, всегда должны получать ответную реакцию от зрителей, от посетителей. А вот, к сожалению, в большей части в прошлом году мы этого были лишены. Но работы было много. Работы меньше не стало, потому что надо было ее переводить в другой формат. Надо было переориентироваться. У нас был очень активный первый квартал прошлого года. Мы очень много успели сделать. Мы провели «Хрустальную ноту», это вокальный фестиваль творчества, стихию танца, это хореографический фестиваль. Мы провели «Масленицу», ну все вот эти мероприятия, которые у нас вообще традиционные. Слава Богу, у нас все это сложилось. И это задел, в принципе, на следующие годы. Потому что, если кто посещает наши концерты, даже в этом году, сегодня, вот буквально недавно прошло созвездие новых, именно лауреаты конкурсов прошлого года, позванившие первые места, они приняли участие в городских концертах. Но это то, что касается того, что мы сделали непосредственно очно, оффлайн, как сейчас говорят. Но второй квартал, третий квартал, конечно, внес свои коррективы. И мы начали менять свою работу. И самое сложное, значит, что мы не знали, что будет дальше. То есть мы готовимся, мы все делаем, мы все костюмы, мы репетируем, готовим репертуар. И должны опять раз и перестроиться. И все время нужно постоянно быть в тонусе, не расслабляться. Потому что от нас тоже зависит, как будут себя чувствовать там, на той стороне экрана. Потому что, ну, а кто будет вдохновлять? И самое главное, что нам нужно было сохранить эту энергетику и тоже самим вдохновляться. Вот в этом было сложно. Вместе с тем, это новые знания, это новый опыт. Это возможность немножко остановиться, задуматься, поучиться новому. То есть плюсы в этом тоже есть. Потому что у нас вообще в культуре это постоянно гонка. Мероприятие за мероприятиями, подготовка за подготовкой. То есть мы не успеваем даже иногда сориентироваться, где мы находимся, потому что нужно, 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 нужно. А сейчас было время в прошлом году немножко поразмыслить, что лучше делать. И какие-то приобрести новые навыки. Опять же сказать, что год был как бы немножко застойным, да, тоже я не могу сказать. Потому что как-то нам повезло, вот, драматическому театру в частности. Я считаю, что это просто, мне кажется, подарок. Когда такие режиссеры работают с артистами, им тоже не надо никуда спешить, не надо бежать. Сцену мы с ними не делим, потому что, вы знаете, в драматическом театре у нас одна сцена большая. Мы и городские мероприятия здесь проводим, и одновременно актеры тоже там готовят свои спектакли, репетируют. И у нас постоянно с ними идет, ну, как бы борьба за сцену. Мы много репетируем и в других учреждениях культуры. Слава Богу, нам дают сцену и музей изобразительных искусств. Потому что одно муниципальное учреждение культуры, культурно-досугового типа, это Алма, слишком далеко. Поэтому мы репетируем, где нам дают возможность. Это и библиотека Островская, у них там есть залы, и музей изобразительных искусств. В общем, вот такая вот работа велась. Но возвращаясь к драматическому театру, Зулиха открывает глаза Дмитрия Акриш, то есть вот это вот последнее, да, то, что было для меня, так скажем. Я получила удовольствие и от актерской работы, и, безусловно, от работы режиссера. Мне кажется, это и, с одной стороны, учеба огромнейший, колоссальнейший, ценнейший опыт для актеров. Вот. Леди Магбет Нценского уезда тоже актеры поставили, тоже интересный спектакль, неоднозначный, но, тем не менее, это имеет место быть. Вот. Опять же, нам повезло, состоялись большие гастроли. То есть наши актеры успели съездить в Барнаул, а Барнаульский театр сумел приехать к нам. То есть, как бы, тоже нам повезло. Да, тоже хорошее было событие. Да, и, как бы, вот это вот все, буквально, знаете, вот все время, как по лезвию бритвы шли. То есть получилось, получилось. И каждый раз, знаете, какие-то эмоции ощущали. Ну, опять же, активно велась грантовая деятельность. То есть писались проекты. И вот в этом году у нас музей Краевический. Три проекта выиграл. Вот они сейчас их реализовывают. Это «Две жизни одного солдата». Потом «Открытый мир народных ремесел». Сайт они будут делать, открывать про легендарную стройку. Первые годы строительства нашего города. То есть там сейчас идет активная работа. Опять же, была поддержка. И к художественному музею они тоже поучаствовали в гранте. И выиграли миллион для того, чтобы, значит, оснастить свое учреждение техникой. Чтобы реализовывать онлайн-проекты. То есть можно экскурсию именно не в записи, а онлайн проводить на высоком уровне. То есть это, если бы не было этой пандемии, вряд ли бы у музея появилась такая возможность. То есть как бы вот здесь поговорка действует. Не было бы счастья, да. Помогло. Несчастье помогло. Несчастье. Да, но не хочется говорить, что да, конечно, год сложный. И, безусловно, столько было событий, которые сердце разрывали. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Нам надо идти дальше и учиться новому. И то, что мы те навыки, которые приобрели в прошлом году, их применять в этом. То есть просто расширять свои возможности. В принципе, я думаю, что, может быть, это для этого и дано было нам. Юлия Николаевна, появились ли у нас в сфере культуры новые имена за этот год? В сфере культуры, конечно, новые имена появились. Во-первых, в драматический театр. У них актерский состав обновился. Если вы пойдете в фойе драматического театра, увидите уже новые лица. Поэтому я рекомендую сходить, посмотреть. У нас и в учреждениях культуры тоже специалисты молодые приходят. Поэтому жизнь идет, все меняется. Приходят новые, уезжают другие. То есть ничего страшного в этом нет. Ну да, конечно, есть люди новые. У нас в городе достаточно много таких дворцов культуры. Пандемия как-то сказалась на их кадровом составе. Пришлось ли им как-то ужиматься, сокращать свои кадры? В муниципальных учреждениях культуры очень бережно относятся к кадрам. Потому что каждый человек, который работает в культуре, это человек, так скажем, не просто зашедший. То есть это тот, кто любит свою работу. Что касается сокращений, либо не было сокращений у нас в муниципальных учреждениях культуры. Не было. В 65 плюс они были на больничном, до сих пор они находятся на больничном. Все остальные работают с соблюдением всех рекомендаций. То есть в данном случае никаких ущемлений, кадров не было. Какие прогнозы у вас на 2021 год? Дело в том, что там видно, что во всех странах уже постепенный переход к каким-то послаблениям, в том числе и в России. Вы как планируете деятельность, культурную деятельность Комсомольска на текущий год? Планы у нас уже сформированы еще во втором полугодии прошлого года. Мы надеемся на лучшее, но понимаем, что адаптироваться мы в любом случае будем тем обстоятельствам, которые нам предлагают. Но уже сегодня, если вы посмотрите в социальные сети, на сайт Культра Света, то там уже наши планы даже есть на февраль. В феврале, в начале февраля у нас стартует конкурс «Хрустальная нота». Уже принимаются заявки, положения размещены в социальных сетях. В конце февраля у нас будет фестиваль «Стихия танца». Понятно, что все концерты, которые у нас запланированы, приемы главы, лучших деятелей нашего города, они все состоятся, по крайней мере, сегодня такие планы. Тем более, что 50% уже пропускная способность, не 30%, сейчас уже 50% постановления подписаны губернатором. То есть уже можно народа больше принимать в наших учреждениях культуры. 13 марта мы планируем провести Масленицу. У нас вообще уже стал традиционный благотворительный концерт, который мы проводим в драматическом театре, и помогаем деятелям культуры, которые болеют, то есть реабилитационные мероприятия какие-то проходят, то есть материально. В этом году этот концерт не состоялся, в прошлом, из-за всех этих моментов. Но мы планируем его провести 13 марта, то есть после Масленицы, вечером мы в драматическом театре планируем этот благотворительный концерт провести, чтобы все-таки помочь, раз уж у нас такая добрая традиция появилась, ее нельзя никак бросать. То есть мы уже запланировали. Потом у нас будет неделя культуры, где тоже будет масса мероприятий. Ну и опять же, 9 мая, 12 июня, все мероприятия традиционные мы надеемся, что мы проведем. Может быть формат немножко изменится, но тем не менее мы готовимся. В прошлом году, конечно, возвращаясь, было очень, как это, жалко, что такая была колоссальная подготовка к 75-летию Победы. Мы и фестивали готовили, и конкурсы, и готовились к концерту, который планировали провести 8 мая и на эстрадной площадке поработать. Но, к сожалению, ряд мероприятий прошел в онлайн формате. Что-то мы покажем 9 мая в этом году, то есть потому что номера сделаны, костюмы сшиты. Вот фестиваль, который мы планировали в прошлом году «Живая память по колени», он был по трем направлениям – вокальное творчество, изобретительное искусство и выразительное чтение. Он прошел, мы его, конечно, и сроки отодвигали, и формат меняли, но все-таки мы его провели. В декабре всех наградили по трем направлениям с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В общем, здесь мы точку поставили. А у нас этот год тоже подготовительный. К чему подготовительный? 22-го у нас в 22-м году будет «Юблей города». А, ну конечно. Да, и поэтому у нас уже с июля мы запускаем положение о новой песне «Комсомольск», потому что у нас город, да и не только город, у нас подключаются многие к созданию новых песен о нашем любимом городе. Вот поэтому с июля мы уже запускаем этот фестиваль, конкурс. И надеемся, что 12 июня 22-го года мы услышим новые песни о «Комсомольске». Мы их активно будем опять включать в наш репертуар. У нас так, как говорят в Хабаровске, у нас очень много песен о «Комсомольске». И они нам, ну, несколько раз я это слышала, что столько песен о «Комсомольске», в Хабаровске столько нет. Поэтому мы надеемся, что, конечно, этих песен будет еще больше. Вот. Ну вот сегодня у нас, кстати, празднуется день рождения Музея художественного 27 января. В прошлом году у нас мы пропустили два юбилея «Питон», «Алмаз». Но мы запланировали, что в эту неделю культуры, мы повторим их юбилеи, пусть они будут готовить свои праздничные программы, там какие-то мастер-классы, концерты для жителей города, то, что пропустили в прошлом году. То есть в любом случае мы вспомним это все и еще раз заявим о себе. Юлия Николаевна, а что будет с танцевальными конкурсами «Амурская мозаика» и «Дэнс Тайм»? Будут ли они в этом году? «Амурская мозаика» запланирована. А «Дэнс Тайм», еще мы вот об этом не говорили, но я думаю, что пока ничего не отменяется. Пока ничего не отменяется. Все, что мы запланировали в сентябре прошлого года, я надеюсь, что это состоится. Но пусть это будет, конечно, не в том количестве зрителей, но тем не менее можно же тоже придумать, продумать. Поэтому я думаю, что все можно решить. Юлия Николаевна, а вот все такие культурные мероприятия проходят через ваш отдел? То есть там кто-то, допустим, какие-то инвесторы сами деньги вкладывают. Это в любом случае проходит через вас? Что касается мероприятий по отрасли культура, то, конечно, в любом случае согласования проводятся. Потому что мы смотрим сценарий, мы где-то помогаем, аппаратурой обращаются к нам. Это то, что касается мероприятий, которые не мы делаем, но вместе с тем помощь мы оказываем. Есть мероприятия, которые проводят сами учреждения, то есть уровень просто мероприятий разный. А есть мероприятия чисто городские, которые курируем именно мы, формируем сценарий, то есть работаем с людьми. То есть они распределяются, да, эти мероприятия. Но помощь мы оказываем. Но есть мероприятия, которые коммерческие, а есть некоммерческие. И спектакли, которые показывают, нам тоже приносят, мы даем разрешение, просматриваем. Церковые программы приезжают, они тоже обращаются в наш отдел, мы тоже просматриваем видео. Главное, чтобы это видео соответствовало тому, что они показывают на сцене. Но чтобы уметь, некоторым мы отказываем, потому что уровень настолько низкий, что такое нельзя показывать ни детям, ни взрослым. Илья Николаевна, такой личный вопрос. Вы начальник отдела культуры, но я часто вижу вас на сцене с микрофоном, когда вы сами поете. Поэтому у меня закралось подозрение, что вы когда-то и сами были деятелем культуры. Вот как вы пришли в отдел культуры, когда и откуда? Я вообще педагог. То есть я вела музыку, ритмику в школе. Но с 2003 года я уже выступала как по профсоюзной линии в образовании. У нас проводятся фестивали и конкурсы. И я там выступала с 2003 года. То есть я пою гораздо раньше, чем я работаю в отделе культуры. Активно принимала участие в мероприятиях городского уровня, в концертах. И потом меня пригласили работать ведущим специалистом Юлии Евгеньевны Мацко. После этого стала главным специалистом, потом начальником. Кардинально ли изменилась ваша жизнь после того, как вы перешли из деятелей культуры в чиновники? Жизнь, конечно, поменялась. Но она не стала от этого менее интересной. Потому что культура – это такая отрасль, где собираются люди, люди, которые вдохновляют, с которыми интересно. У которых огромный опыт, знания. И внутренний мир очень интересный. И с ними общаться интересно. Поэтому я считаю, что отрасль и скульптур – это лучшая отрасль вообще в мире. Поэтому мне повезло. Хотя образование тоже люблю. И педагогику я очень люблю. Я у меня. И работа была связана тоже с культурой, в принципе. И спектакли я ставила. То есть настолько разнопланово. Мне это все очень нравилось. Но культура здесь более, так скажем, свободна. Образование – это все-таки определенное. Хотя каждый урок – это тоже спектакль в школе. Поэтому это тоже какая-то взаимосвязь. Тут они очень тоже взаимосвязаны. Ну и опять же, я всегда, сколько себя помню, я была в культуре. Это и хореография, это и театр, и везде. То есть я участвовала с маленьких лет. То есть это вот как-то так шло всегда. Вот моя супруга дома поет. А вы поете дома? Конечно, пою. Конечно. Обязательно пою, когда никого дома нет. А почему? Да, потому что надоедаю. Да. Особенно, когда поешь патриотические песни, не все понимают. А в караоке ходите? Когда время есть, ходим, да. А вообще время у начальника отдела культуры бывает? Потому что сама по себе работа определяет распоряд огня. Ну, конечно, бывает. Время, личное пространство бывает, потому что надо восстанавливаться. Сообщение с людьми, это же очень много. Ты отдаешь, берешь, но все равно нужно, ну, по крайней мере, мне нужно побыть одной хотя бы день, там, в месяц. Да, потребность все равно такая есть, конечно. То есть, чтобы восстановиться. Почитать, послушать умных людей, лекции по живописи, по музыке, просто музыку послушать. То есть, без разговоров, не говорите. Дорогие друзья, на тезисе о том, что культура лучшая сфера в мире, мы, пожалуй, закончим. Тем более, что я тоже поддерживаю этот тезис. Ходите в наши театры, ходите в наши дворцы культуры, смотрите наши спектакли, концерты. И все у нас будет хорошо. На этом все, до свидания. Спасибо. Продолжение следует...